здравствуйте дорогие друзья недолго пришлось ждать когда придут нехорошие комменты на мой канал опять кто-то из пользователей моего аккаунта поднимает вопрос что я не могу зарабатывать 3000 евро что я зарабатываю максимум 800 евро и что мне надо этим наслаждаться но я много на старых каналах рассказывал о своей зарплате о некоторых моих делишках да объяснял как можно заработать швеции денег на чем можно заработать на акциях можно баночки собирать но не так тупо собирать баночки как бомжи собирают а поставить коробочку у нас на фирме где наши работники работают пьют мою же кока-колу которую я им продаю и мне еще и баночки скидывают понимаете набегает набегает долларов мы как бы много объяснял на своих старых каналах в своих старых роликах об этом но это короче я понял объяснять бесполезно все равно найдется идиот который будет с пеной урта доказывать что вот зарабатываю 800 евро в месяц и и все и . не могу я зарабатывать больше ну тогда же могу сказать но это человек наверное лучше меня знает какие зарплаты в швеции он наверно сам живет швеции тогда он лучше меня все знает так для справки просто я еще раз 800 евро в месяц получает человек который вообще нигде не работает швеции это человек который нигде не работает это полное дно человек который живет на социальном пособии. Вот такой человек получает 800 евро в месяц. Может вы сейчас подумаете, что это человек коренной швед? Может коренной швед такие бабосы получает? Нет, это любой человек. Получил вид на жительство в Швеции? Нигде не работаешь? Получай 800 евро. Ну ладно, короче. Вы же все равно не поверите. Потом пришел такой интересный коммент, да. Один человек написал, что что у меня наверное не мои зубы. У меня наверное коронки, потому что в моем возрасте такие шикарные зубы нельзя иметь. Ну наверное он еще имел ввиду, что тупому грузчику такие зубы иметь нельзя. Ну как бы тоже были ролики на эту тему, понимаете. Иногда вот я привожу, перевозить какого-нибудь адвоката, да. А он живет хуже меня. И зубов у него нет. Понимаете? То есть опять-таки это зависит не от того, кто ты адвокат или грузчик. А что ты за человек? вот. Ладно. Ролик про зубы, короче. Поэтому давайте будем говорить про зубы. Я как самый честный блогер расскажу сейчас всю правду о моих зубах, понимаете. Если вы там думаете, что у меня такие шикарные зубы, потому что Юлька работает стоматологом, причем многие считают, что она не работает стоматологом. Многие считают и доказывали мне и на моих старых каналах, и в ВКонтакте, что Юлька работает обычной уборщицей в стоматологической поликлинике. Вот. Ну ладно. Опять упустим этот момент тоже. Хер с ним. Может быть многие зачитают, что у меня такие прекрасные зубы, потому что Юлька работает стоматологом, и она мне их там отбелила, или там мне коронки повставляла, да, или там еще какие-то возможно там мысли есть. Так вот я вам еще раз говорю. Еще раз повторяю. Я это говорил в старых своих роликах на старом канале, но я вам еще раз повторюсь. Во-первых, несмотря на то, что Юлька у меня зубной врач, я ни разу за то время, пока мы живем вместе, не ходил к ней и не пользовался ее услугами. Я всегда хожу к другому врачу, у меня мой зубной врач, которому я плачу деньги. Понимаете, да? Вот. Я думаю, не многие бы так сделали, имея жену стоматолога ходить к какому-то другому дяде и платить ему деньги. А вот я делаю так. Вот я делаю так. Вот. Пусть это даже не экономично, да, но я все равно делаю так. А почему я делаю так, я сейчас вам объясню. У меня очень плохие зубы. У меня много зубов нету. А я, конечно, не буду открывать рот, мне стыдно, потому что у меня в моем роте, да, гнилые зубы, ну, они, правда, запломбированы, да, но у меня пломб, ну, не знаю, штук 30, понимаете? Вот. Я не хочу, чтобы Юлька это видела. Понимаете, вот реально не хочу. Мне стыдно перед Юлькой, потому что я в своих фантазиях, да, в своих фантазиях тупого грузчика не мог представить себе, что я буду жить вместе со стоматологом. Я никогда зубы, как я уже в старых роликах тоже говорил, я никогда зубы, когда вот был в детстве, да, в молодости, никогда не чистил. Я даже в армии зубы не чистил. Я зубы стал чистить, вот когда я только познакомился с Юлькой. Сладкого я ем тоннами, понимаете, тоннами. Поэтому у меня вот очень много дырок. И тут вдруг мне пишут, что у меня такие шикарные зубы, в 46 лет такого быть не может. У меня, наверное, коронки. У меня нет ни одной коронки, ни одного ставленного зуба. У меня все, все мое, все, что у меня в моем роте, это все мое, мои зубы. Ни одного вставленного нету, ни одной коронки нету. Вот, только пломбы есть. Вот. Ну, я не знаю, вот вы мне пишете, что я старый пердун, да, и вдруг такой комплимент, что у меня такие шикарные зубы, да, вдруг такой комплимент. Даже как-то неожиданно как-то, если честно. Вот. Как-то неожиданно. Кстати, вот насчет старого пердуна. Есть люди, которые пишут, что я старый пердун. А вот вы, ребята, никогда не задумывались, да, вот, вам по 18 лет, конечно, по сравнению с вами, я старый пердун. А вот вы не задумывались, да, вот, мне 46 лет, а сколько вашим родителям лет? Вы не задумывались? Вот, посмотрите, сколько вашим родителям лет, если им 46, вот просто сравните ваших родителей, да, как они выглядят, и меня, да, вот просто сравните. А если вашим родителям еще нету 46 лет, то просто на заметочку себе возьмите, что когда им будет 46 лет, просто вот вспомните, как я выглядел 46 и как они выглядят 46 я вам скажу ребята честно я думаю для 46 лет я выгляжу очень хорошо учитывая то что я практически никогда в жизни не чистил зубы никогда не ухаживал за своей кожей никогда никогда хотел сказать в душ никогда не ходил не в душ ходил но очень редко то есть я никогда ничего не делал со своей внешностью понимаете и тем не менее я считаю что для 46 лет я выгляжу шикарно вот конечно многие сейчас напишут в комментах что какая там шикарно да я там старый пердун да опять таки далеко ходить не надо я вот просто сравнивал даже вот в интернете да вот и мужиков которому 46 лет вот смотрел и глазам своим не верил вот там действительно были старые пердуны даже вот смотрю очень часто передачу давай поженимся вот выходит мужик говорят ему там 35 лет я смотрю и говорю юльки но смотри чуваку 35 лет а мне 46 как ты считаешь кто выглядит лучше и рука говорит конечно ты многие мне пишут что я начинаю лысеть да я не скрою я как бы начинаю лысеть это естественно 46 лет я еще раз говорю посмотрите на своих родителей они наверняка многие из ваших родителей уже полностью лысый у меня хоть что то есть во вторых у меня волосы всегда были такие реденькие то есть как бы ничего удивительного нет если я завтра буду лысый понимаете я не буду биться башкой об стенку и плакать потому что я лысый мне 46 лет поймите ребята мне 46 лет вот есть такой артист вини дизель да полностью лысый он нравится бабам многие бабы мне даже не однократно говорили что вини дизель он красивее тебя и у него больше шарма но в моих глазах вини дизель это в принципе ну клоун если честно артист тоже мне клоун ну ладно это не будем не будем о нем так чем я чищу зубы многих интересует наверное все думают что я чищу какими-то специальными зубными пастами да потому что у меня юлька работают уборщицей в зубной поликлинике да и поэтому она мне там тырит втихаря дорогие зубные пасты наверно многие так думают на самом деле это не так я всегда пользуюсь зубными пастами ну в последнее время бесплатно вот такие вот зубные пасты у меня в таком вот тюбе мне их дают в юлькиной поликлинике вот так вот смотрится тюбик на нем написано буква а видите никакой марки ничего нету на этом тюбике у вас возникнет вопрос а что за такая паста чё за херня да но вы же знаете я не люблю ни за что платить я люблю всегда на халяву если бензин то на 25 процентов дешевле покупаю если бухло то я не иду в шведский магазин покупать мне братва из германии привозят все там больше чем в пол цены на пол цены дешевле чем у нас швеции то есть продукты питания как правило покупают тоже через другого человека у него собственная фирма через него покупая продукты питания домой то есть я экономлю на всем не потому что мне нету денег у меня просто такие принципы и конечно когда я начал чистить зубы да еще раз повторяю раньше зубы не чистил не в целях как у меня просто их не чистил но когда я начал чистить зубы я подумал нахрена мне все зубы покупать пасту я на своих зубах и на пасте не то что сэкономлю не то что мне бесплатно будут давать вот эти тюбики не еще зато будут доплачивать как я делаю юлька там где юлька работает уборщица как вы все говорите у них в этой поликлинике всегда проводят когда правильно сказать короче испытания это не испытание другое слово но студии какие-то ну короче испытания там испытывают всякие пасты зубные и вот я там являюсь как бы подопытным кроликом мне всегда дают бесплатно пасты которыми очищу зубы и раз в полгода я прихожу и они снимают с моих зубов пробы потом дают другие пасты я начинаю чистить другими пастами зубы опять меня снимают пробы короче делают какие-то науки